В древних сосудах с носиками распознали детские бутылочки. Археология 26-25-7. 2019 сложность 2.1. В древних сосудах с носиками распознали детские бутылочки. Маленький ребенок пьет из бутылочки, реконструированный по древнему образцу. Содержимое бутылочек похожей формы исследовали авторы статьи. Хелена Сейдлда, Фон Сейка. Глиняные сосуды с носиками, которые периодически находят в древних захоронениях, использовали для кормления маленьких детей молоком, говорится в Nature. На стенках нескольких таких бутылочек археологи нашли следы жиров, которые входят в состав молока жвачных животных, коров, коз, овец. По-видимому, оно служило прикормом или заменой женского молока. Переход древних людей от кочевого образа жизни к оседлам позволил сократить период грудного вскармливания. Вероятно, это произошло благодаря изобретению сельского хозяйства и последующему появлению молока домашних животных и сделанных из злаков продуктов в рационе древних людей. Их использовали для прикорма, а молоко животных, возможно, и как заменитель грудного молока. Как показывают исследования, люди, жившие в эпоху неолиты в Железном веке в Центральной Европе, начинали давать прикорм младенцам в возрасте 6 месяцев и окончательно отучали их от груди в возрасте 2 или 3 лет. Глиняные сосуды, которые, возможно, использовали для кормления младенцев, впервые появились в неолитической Европе. Древнейшие из них, возрастом 7,5-6,8 тысячи лет, нашли на востоке Германии. Они отличались друг от друга по форме и размерам, а некоторые были сделаны в виде животных, но у всех таких сосудов был носик, из которого можно было пить. В конце Медного и начале Железного веков в Центральной Европе такие сосуды стали делать чаще, и археологи находили сосуды с носиками в захоронениях, в том числе и детских. Бутылочки для кормления, сделанные в конце Бронзового века, в 1280-х годах до н.э. Катерина Робей Салсбери Поделиться До сих пор, однако, никто не исследовал оставшиеся на стенках таких сосудов органические следы. Впервые это удалось сделать исследователям из Германии, Австрии и Великобритании во главе с профессором Ричардом Эвершидом Ричард Эвершид Из Бристольского университета Исследователи изучили содержимое трех сосудов, которые нашли в детских погребениях в Баварии. Один из них обнаружили в погребении ребенка возраста одного-двух лет, который умер в конце Бронзового века, в 1280-х годах до н.э. Другие два сосуда, их сделали в начале Железного века, в период с 800 по 450 годы до н.э., нашли в могилах годовалого младенца и ребенка моложе 6 лет. Ученые проанализировали органические остатки, скопившиеся на стенках трех сосудов, с помощью хроматомасспектрометрии. Во всех остатках они обнаружили жирные кислоты, которые содержатся в молоке жвачных животных, коров, коз и овец. Также ученые определили в остатках соотношение стабильных изотопов углерода, вопросительный знак 13С, отличающиеся для разных жирных кислот. Результаты этого анализа также показали, что два сосуда использовали для молока и молочных продуктов жвачных животных, а в третьем обнаружили следы других жиров, возможно, из свиного или женского молока. По сравнению с женским, гораздо больше насыщенных жирных кислот, которые образуют большие сгустки жира, которые дети не могут переварить. К тому же непастеризованное молоко скорее всего было источником заонозных патогенов. В прошлом году исследователи выяснили, что если младенцам давать прикорм не со шести месяцев, а раньше, с трехмесячного возраста, они дольше спят и реже просыпаются по ночам. Екатерина Русакова Субтитры создавал DimaTorzok